Я все-таки обратился к генеральному директору Мединвест Холдина о том, что нам нужно в срочном порядке решить обеспечение кислородом на трех наших ключевых объектах, которые развертываем на случай пандемии. Значит, первый объект, на котором мы находимся, БСМП, инфекционное отделение, так исторически мы сейчас обсудили, сложилось, что здесь не было стационарного кислородопровода с обеспечением кислорода. Поэтому буквально на прошлой неделе мы в пятницу собрались и уже на сегодняшний день процентов на 90 работы выполнили. С чего состоит обеспечение кислородом? Это рампа, на которой будет размещаться у нас порядка 30 кислородов. Это стеллаж. Он закрытый будет, сюда будут подвозиться кислородные баллоны. 270 метров кислородопровода, они уже смонтированы и внутри разводка. А что это дает? Это дает 47 у нас кислородных розеток, из них 9 будут консольных, которые будут обеспечены ИВЛ. То есть ИВЛ сам не работает без кислорода, ему тоже нужен кислород. То есть когда покупаешь дорогостоящий аппарат, когда мы слышим, покупают аппараты, без кислорода оно не работает. То есть, соответственно, к этому аппарату нужен еще кислород. Соответственно, приобретая аппараты, мы должны подумать, а где мы берем кислород. Вот мы подумали, где берем кислород, вот эта рампа с теми 47 точками позволяет максимально обеспечить наших пациентов тем необходимым объем кислорода для того, чтобы обеспечить максимальный процесс выздоровления, насыщения крови кислородом. То есть болезнь протекает таким образом, что она поражает легкие, соответственно, теряется что? Способность тканей к жизни. И, соответственно, человек начинает задыхаться. Вот мы понимаем эти все процессы, думаем сейчас, а не потом, когда это случится. Открываемся вот к этой страшной истории, которая лучше бы, конечно, не произошла, пусть она так вот красивенько и стоит, лучше бы мы этим не воспользовались. Но, тем не менее, мы думаем об этом, и 47 точек, а то им конкретно здесь БСМП, и точно так же под разворачивание ситуации на втором и третьем уровне 9-ю городскую больницу мы так же сегодня посмотрим. За неделю эти работы, в принципе, уже выполнены. Друг подрядчик комбината Ильича обещает 6-го числа уже с испытаниями отдать кислородопровод медикам. И еще хочу сказать, что комбинат Ильича полностью обеспечивает как баллонами кислородными, так и подвозом, так и заправкой этих баллонов. В том объеме мы обсудили вопросы, которые нам нужны. Объемы, все они их приняли в графике и будут работать. Субтитры сделал DimaTorzok